Привет! Добро пожаловать в Sims 4 и да, я знаю, что это очень необычный формат для моего канала, но тем не менее, сегодня я решила ввести, можно сказать, такую рубрику, где я буду создавать некоторых популярных симов, а точнее именно в этой части я буду создавать двух персонажей из сериала Академия Амбрелла. Как вы видите, это Элисон Харгривз и Лютер Харгривз, то есть номер один и номер три. К тому же недавно я подзаморозила 30 дней касс челленджа, то есть он был не совсем интересный, я бы сказала, и заканчивать его я даже сейчас не хочу, около месяца я его не выкладывала и на самом деле я даже не знаю, стоит ли его возобновлять, возможно через пару месяцев я его возобновлю, если вам будет интересно, но тем не менее, в последнее время я как-то соскучилась по созданию персонажей, по кассу и даже таких челленджа. Челленджей по типу весь сим в одном цвете как-то недостаточно, потому что мне кажется, что касс это именно когда ты создаешь каких-то персонажей или делаешь различные хуманизации, но тем не менее, я решила тоже попробовать, я надеюсь, что вам понравится такая идея и вы меня поддержите, потому что если вам не будет интересно, то я разумеется перестану снимать подобные видео, но это ни в коем случае не значит, что строительство не будет, строительство обязательно будет, потому что как-никак это основная часть моего канала, и вы знаете, что я не использую доп контентов, поэтому при создании данных симов я тоже его не использовала, поэтому в принципе, если вы попросите, я могу оставить их на скачку, и у вас не будет никаких проблем с их установкой, если у вас нету тех или иных модов, мне кажется, что даже с этим учетом персонажи получились очень даже похожими, кто не хочет смотреть все создание, всегда я оставляю тайм-коды в описании, то есть тайм-коды на уже обзор готовых персонажей, поэтому можете переходить, можете смотреть, это я делаю практически всегда и в строительствах, и в создании персонажей, поэтому да. Кстати, смотрели ли вы этот сериал? Если что, я его очень сильно рекомендую посмотреть, мне безумно понравилось, и я по два персонажа буду вот так создавать всех остальных героев этого прекрасного сериала, например, Бен и Клаус, номер 5 и Ваня, Диего и его подружки, я забыла, как ее зовут, на букву L, на самом деле, я достаточно давно смотрела оба сезона, поэтому немного путаюсь в именах, немного их забываю, но основных героев помню, это вот достаточно. И кстати, все наряды, в которых я создавала симов, я проверяла через инстаграм, то есть я гуглила всех этих персонажей, и если я не могла найти, например, Эллисон в купальнике, я заходила в инстаграм самой актрисы, и уже там я искала фотографии с луками в подобном образе, в общем-то, я надеюсь, я понятно объяснила, поэтому да, на самом деле, очень сложно создавать реальных людей в Sims 4, я думаю, что многие люди меня сейчас поймут, кто пробовал, возможно, некоторым это дает легко, но мне лично, немного легче дается стройка, чем кардс, и именно в этом плане хуманизация немного легче, потому что в этом плане ты как бы создаешь персонажа, как ты его видишь, а когда есть уже реальный персонаж, реальный человек, реальный герой, у тебя уже есть какой-то лимит, поэтому это немного сложнее, но тем не менее очень интересно, и на самом деле Эллисон получилась просто очень похожа, мне кажется. Мне очень интересно, как я буду создавать номер 5, потому что пока я его не создала, и Лютер, и Эллисон, это достаточно легкий вариант, легкий уровень, можно сказать, поэтому с них я и начинаю, и я хочу проверить, если вам понравится это видео, то я продолжу снимать подобное видео, как я уже сказала, и создам дальше, я думаю, Клауса и Бена, тоже достаточно легкий уровень, а дальше номер 5. Возможно, к этому моменту я уже скачаю парочку сисишек, потому что меня в последнее время очень тянет на сисишки, но с ними раз в 10 будет легче создавать номер 5, возможно, дольше, но хотя бы результат будет гораздо более похожим, потому что у него есть много таких отличительных черт, например, ямочка на щеке, и в принципе, я не знаю, как создать ее в Sims без дополнительного контента, но тем не менее, я попробую. Кстати говоря, достаточно давно я наткнулась на один очень интересный канал по кассу, он, по-моему, корейский или китайский, точно не помню, я слишком давно его видела, там создавали различных героев мультфильмов, возможно, актеров, возможно, реальных людей, и, по-моему, там использовали дополнительный контент, насколько я помню, и реально, без него очень сложно. Но в итоге у них получалось просто один в один, и я просто в шоке от того, как некоторые люди создают Симов, потому что, я опять повторяюсь, мне это дается достаточно-таки сложно. Ну, в общем, давайте немного поговорим об Эллисон, как о герое, об Эллисон Харгрифс номер 3, как вы помните, ее сила это заставляет людей что-то делать, просто говоря им. И мне кажется, что сам герой очень даже положительный, там все герои практически положительные, но тем не менее, она очень добрая, очень милая, и даже когда Ваня порезала ей горло, она ее простила. В общем, кто сейчас не знает, я, наверное, столько спойлеров скажу, поэтому я вам просто советую заглянуть в описание в тайм-коды. В общем-то говоря, как герой, она мне очень сильно понравилась, и ее сила мне тоже очень сильно понравилась. Если бы я выбирала, я бы выбрала, скорее всего, ее силу, потому что это действительно очень полезно. Так бы я бы, конечно, выбрала все их силы, как у подружки Диего. Я надеюсь, что я вам ничего не проспойлерила, я говорю о втором сезоне сейчас. И давайте поговорим немножко о Лютере. На самом деле, в первые сезоны, в первый сезон, в первой серии, он меня довольно-таки сильно бесил, как и многих других, мне кажется. Хотя потом все стало окей, весь первый сезон я досмотрела хорошо. И в начале второго сезона, когда он отказывался доверять номеру 5, я опять достаточно-таки сильно взбесилась, потому что иногда он ведет себя довольно-таки инфантильно, и это как-то грустно, потому что, по сути, персонаж очень даже интересный, как и все их истории очень интересные. И у него не совсем понятная сила, то есть он просто очень сильный чувак, который может кого угодно поколотить, этим он и зарабатывал в втором сезоне, кто помнит. Но, в принципе, герои очень даже интересные, хотя мне кажется, что его история не так сильно продумана, как у остальных. У того же номера 5 или номера 7, я бы даже не сказала, что у них слишком много экранового времени, просто на них реально обращается больше внимания, и, возможно, в следующих сезонах, хотя мне кажется, третий сезон будет последним, но, тем не менее, в следующих сезонах их более подробно раскроют. Например, у Диего не совсем такая раскрытая история, можно сказать. У Лютера, разумеется, тоже. Но, в общем-то, да. Я надеюсь, что, если вы даже не смотрели этот сериал, вы его обязательно посмотрите, несмотря на мои спойлеры сейчас. Поэтому я его 100% могу вам рекомендовать, хотя мне кажется, что большинство из вас все же его посмотрели. И даже я, на самом деле, с удовольствием пересмотрела бы его еще раз, хотя мне очень сложно почему-то смотреть сериалы, мне сложно заставить себя посмотреть какой-нибудь фильм, тем более пересмотреть то, что я уже смотрела. Но, тем не менее, долгая озвучка сегодня получилась. Кстати, напишите в комментариях, как вам нравится больше, когда я говорю около минуты, двух минут, просто говорю вкратце о той или иной постройке или симе, которых я создаю или строю. Или вам нравится, когда я достаточно-таки долго разговариваю, когда я проговариваю чью-то историю, ну, не чью-то, я имею в виду, придумываю какую-нибудь историю дома, какую-нибудь историю сима, или просто, как сейчас, рассказываю свое мнение о том или ином симе, точнее, герои, которые уже существуют, и не нужно ничего придумывать. Я обязательно прислушаюсь к вашему совету, и, как вы видите, это уже результат Эллисон Харгривз. Не думала я, что буду настолько долго говорить, но, тем не менее, как всегда, оценивайте этих симов в комментариях, насколько вам они сильно нравятся, и насколько сильно они вообще, в принципе, похожи на своих героев в реальной жизни. Если что, можете даже не гуглить, они есть в обложке этого видео, как вы уже могли заметить. И, да, на этом я с вами прощаюсь, желаю вам хорошего дня, и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok